Живём Не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить! Пусть в голове мелькает просить Не поздно выбрать новый путь Не бойтесь всё на карту бросить И прожитое зачеркнуть Из дома выйдя в непогоду Всподрите дух, пришпорьте плоть Не бойтесь тасовать колоду Пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь жизнь перевороть! В мираж и в дым в химеры верьте Пожитки незачем тащить Ведь не уехать дальше смерти Стремитесь жизнь перекроить! Печалиться не надо вовсе Когда вам нечем карту крыть Выбросить жизнь на ком Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь! Не проиграть, не победить! Дорогие мои друзья, я приветствую вас на канале вязание И я, меня зовут Юлия Ну что ж, у нас вторая часть конкурса Свяжем вместе позитив Ссылки на всех блогеров-конкурсантах А нас 10 человек На их каналы вы найдёте под этим видео Друзья, также мы очень рады, что вы присоединились к нашему движению в группе в телеграме И мы наблюдаем за вашими моточками, клубочками и процессами Болеем за каждого из вас Потому что мы же будем среди вас тоже выбирать победителей И тоже дарить подарки 10 человек будут призёрами в нашем прекрасном конкурсе Ну и нам приходится соревноваться друг с другом Потому что наши спонсоры Магазин Ярм21 Филата Итальяна Сижу-вяжу Мастер броши ручной работы Евгения Ворона А также Леночка Орлова По трём номинациям Будет среди нас 10 участников Выбирать победителя За самое позитивное изделие За самое позитивное название И видеофотосессию А также за самую позитивную Смешную Или интересную Историю Которую мы расскажем в рамках этого конкурса Дорогие мои друзья На самом деле Когда мы Выпустили первое видео Первая часть этого конкурса Я хохотала с ваших комментариев до слёз Честное слово Вот это вы меня повеселили Сейчас я вам всё расскажу Когда я вам показала Что я в рамках конкурса Выбираю самый позитивный оттенок Для вязания своего изделия Тараканы побежали не только у меня Но ещё и у вас Как разыгралась фантазия у всех Даже не знаю у кого больше тараканы бегали С какой скоростью Думаю что у вас Вы мне понаписали Друзья мои Ну вот правда честно хохотала Первое с чего я хохотала Когда меня представили в образе Бабы Яги И я буду вязать там джемпирог Или кардиганчик И должна быть в образе Бабы Яги Меня это просто очень улыбнуло Потом я думаю Неужели я такая предсказуемая А потом думаю нет Просто мой зритель меня Очень хорошо знает Ещё один комментарий Который меня просто свалил с ног Я хохотала Когда мне написали Юля Вы будете вязать изделие Которое нужно назвать Отчаянная домохозяйка И фотосессию Со шваброй С тряпкой В галошах В этом кардигане Друзья мои Просто вообще Вот хохма Какие вы молодцы Всё гораздо проще Но вы даже меня Я скажу честно Рассекретили По полной программе Вы не только угадали Какое изделие я буду вязать Вы угадали даже название изделия Которое я придумала И даже образ Который у меня будет При фотосессии При презентации моего изделия Но я пока воздержусь И не скажу кто был прав Но ответ однозначно есть В комментариях Как в ютубе Так и в дзене Можете угадать Кто был прав На самом деле Друзья Я же вам говорила Что я буду вязать Самой позитивной Платочной вязкой Чуть не приснула Пока я его вязала Я его продолжаю вязать Ну смотрите пожалуйста Что у меня получается На данный момент Вяжется у меня кардиган Платочной вязкой Вот лицевую гладь вязать Вот просто Это такое счастье А вот вязать Платочную вязку Боже мой Как я на самом деле Этого не люблю Но вязание это позитивное Обычно я отвязываю рукава Потом я начинаю работать с планкой Но было слишком позитивно И я решила Что мне необходимо Просто добавить цвета Иначе я Я прямо Не хочу вязать Для скорости Так говорится Добавить цвета Сюда Для скорости работы Ну и Как видите У меня уже есть Контрастная отделка Напомню Из чего Это бобинная пряжа В основном Это меринос Кардный у меня А это полумеринос В две ниточки Два сложения А это Ниточка 500 метров На 100 грамм Пряжа очень классно Раскрывается И я докупала Пухнорки Чтобы запушистить Немножечко Хоть он немного И отличается По цвету Но очень красиво Получается Посмотрите Какой получается Классный Меланж Кого-то Этот цвет Отправил В лес В хвои К лешему Друзья мои К лешему Это хорошо На самом деле Я тоже Туда собираюсь К лешему Вот Это я вам даю Небольшую Такую Затравочку Что же в итоге У меня получится Ну как вы понимаете Связать то Это не проблема Вяжется у меня Самым простейшим Регланом изделия Платочной вязкой Ничего здесь Сверх естественного В конструкциях Нет Узоры Я тоже не могу Вам показать Но я же обязана В рамках конкурса Показать вам Начало проекта Что я его вижу Что я его не где-то достала Я его все-таки вяжу У меня вот уже Половина рукава Видите связана Второй еще Находится Съемные петли У меня Отделку Я кстати делала Из Ализе Лана Голд Потому что у меня Очень классно Лег Метраж подошел Общий Совокупный Метраж Всех моточков Из которых я вяжу Основное изделие Прекрасно Подошел К метражу Лана Голд Все Вход идет Спасибо Хоть какие-то цвета Там есть дома в наличии Да есть Есть чем работать Рукава здесь Планируются Прямые Потом С убавочками На манжетике В общем Я говорю Ничего сверхъестественного Дорогие мои Ну Ну что еще сказать Ну я вот теперь сижу и думаю Отделка Это должна быть И вот я сижу Значит Играюсь Со своими клубочками Моточками Я вот думаю Для У меня конечно Будет еще Фигурировать Красный цвет Здесь Мои самые любимые цвета А посмотрите Классное получается Сочетание Это будет Это будет Очень яркое изделие Я надеюсь Что оно у меня получится Это будет Очень яркое изделие Очень креативное изделие Очень позитивное изделие И я буду его носить Я человек творческий И могу многое себе позволить В том числе Креативные изделия Самые простые изделия Их можно пойти и купить Но мы же творцы А значит Мы должны Своими навыками Приобретенными в вязании Козырять И творить себе Супер креативные изделия Это я про себя Я никого ни к чему не призываю Я вот тоже смотрю Все почему-то Решили взять Очень позитивные цвета Оля и первая Со своей черной шапочкой Леночка Орлова Со своими Цвета Графита Антрацита Квадратиками Да Девочки Я на самом деле Снимаю видео Я уже Подсмотрела Что девчата вяжут Они же уже Повыложили видео А я В связи с тем Что запоздала Но я подсмотрела Но полностью Просмотреть даже Видео не смогла Но все-таки Немножечко владею ситуацией Значит Продолжаю На отделке У меня будет присутствовать Это у меня в остаточках Есть Alize Merino Royal Fine У меня еще Такая же есть Вот Вот такого цвета Я тоже ее хочу туда запипетить Еще Мне нужен Зеленый цвет Но Отличающийся От основного Оттенка И я думаю То ли взять Носочку Сюда Как считаете То ли взять Мне У меня есть пушистик Мне кажется Она будет тонковата Для моей задумки Вот такой вот Замечательный пушистик Вот эти вот смоты Они великолепные Я получала в подарок Девочки Оксана Вил нить Оксана Вил нить Я не знаю где это продается Ну скорее всего по названию Кто-то если захочет приобрести Он найдет такую пряжу Пряжа правда Классная Бомбическая Смот Я даже не знаю здесь из чего Но здесь есть и мохер Здесь есть и вискоза И что-то еще Не знаю Короче Вот есть еще вот такой Вот я думаю Какой Подскажите мне какой взять Тише не падай Ты что творишь Он живой? Он сам Шевелится Я его не трогаю Сплошной позитив Вокруг Манекены ходят Пешком Режим ЧС введен Воду Дали Света Немая Света Немая Продолжаем Обогреваться Генератором Ладно Мы не будем о таком позитиве Говорить Вот короче Вот так Или вот так Вот я даже вместе с вами смотрю через камеру Мне кажется вот этот цвет больше подходит Да Вот носочку Носочка И вот эти вот два Мне кажется они отлично Все будет здесь сочетаться Да Но вы поняли что здесь будет отделка друзья Я вам еще скажу Это будет аппликация Я буду делать аппликацию Я очень надеюсь что у меня получится Я никогда так не делала Но я постараюсь Вот Короче мне кажется Вот Вот если убрать вот это Вот это убрать Да Вот так вот оставить Мне кажется это будет классно сочетаться Да С изделием Очень классно Должно быть Вот А еще я недавно прибомбила себе Решила попробовать Мне тоже ссылочку моя зрительница прислала На Ангору 70 На Валберест Я заказала вот такой вот цвет Просто на пробу Два матучка Как она тут называется то Ну так она и называется Ангора 70 По 50 грамм И мне кажется Вот этот цвет тоже будет отлично Гармонировать С ниже приведенными оттенками Вот прям вот так получается супер На мой взгляд Да Прям супер И вы знаете Мы сегодня Должны были в видео Попросить вас Помочь нам Придумать название Для наших изделий Но в связи с тем Что у меня Изначально Эта идея Родилась С названием У меня уже есть идея И на фото Видео сессию То я не буду вас Просить Помочь мне Придумать Но если вы Хотите еще Подискутировать На тему Того какая у меня Будет отделка Где она располагаться Что же в итоге это будет Я с удовольствием Почитаю ваши комментарии Потому что они Настолько были Позитивными Просто потрясающими И я Хочу В рам Вообще Вообще вы сегодня Мои дорогие Как вы уже наверное Поняли с других каналов Вы должны нам помочь Определить победителя По номинации Самая веселая история Позитивная история Рассказанная одной из блогеров Мы рассказывали Под первым видео Я сейчас Еще Не то чтобы позитивную Но интересную Историю Я вам расскажу И сразу скажу Если вы хотите Проголосовать Чтобы в этой номинации Победила я Пожалуйста Оставьте комментарии Со своим голосом В мою пользу Под видео Всех блогеров Девяти За меня Под моим видео Голосовать нельзя А вы Пожалуйста Пишите комментарии Какая история Какого блогера Понравилась вам Больше всего Под моим видео Из всех остальных Я же тоже голосую Я же тоже голосую Я же тоже Такой же зритель В этом плане И такой же участник Как и вы Вот Значит Моя история Сегодня будет такова Однажды Не так давно Это было Перед Новым Годом Я показывала Что я вязала Шапочки И в одном из видео Я сказала Что Очень не понимаю Шапки По голове Которые называются Нехорошим словом И это слово Я не смогла произнести Сегодня Я хочу извиниться Перед всеми Особенно поколением Старше меня Потому что это слово Я должна буду произнести Я вам зачитаю Комментарий Думаю Вы понимаете Что речь пойдет сейчас О шапке под названием Пидорка Еще раз Прошу прощения Так вот Поступает мне Комментарий С вашего позволения Я зачитаю Этот комментарий Я не смогу произнести Как человека зовут Скорее всего Ли Оля Скорее всего Так Значит Пишет мне Моя зрительница Здравствуйте Юлия Надеюсь Поняла О какой шапке С нехорошим названием Вы упоминали А название Это не просто Приличное А научное Почему Пидорку Называют Пидоркой Проведем анализ Но все просто Дело в том Что В расправленном Виде Вязаная шапочка Имеет Полусферическую Форму Чтобы Получить длину Окружности Что Будет Являться Размером Головы Нужно Число Пи Умножить На Диаметр Окружности До А чтобы узнать Высоту Полусферы Нужно Учесть Р Только в таком случае Мы будем иметь Представление О размере шапочки Полученную Формулу Дополним Толщиной Вязки К И диаметром Шерстяной Нити А Выходит Универсальная Формула Характеризующая Основные Параметры Шапочки Пи До Р К А Друзья Как вы считаете Это позитивный Комментарий Это же Просто Кладезь Я сказала У меня Я люблю Математику Обожаю Но До такого Я бы даже Не додумалась Я считаю Что этот Комментарий Заслуживает Высшей Награды Он И повеселил И заставил Мозги И заставил Задуматься Какие формы Мы вяжем Оказывается Все очень просто Оказывается Шапочка Это очень просто Универсальная Формула Для вязания Шапок Все-таки Существует Дорогие мои Друзья Я прошу Вас Оставить Свои голоса За кого Вы болеете По Самой позитивной Истории Под моим Видео А если Вам понравилась Какая-то из моих Историй Из первого видео Или из этого видео То вы можете Оставить свой голос На каналах Всех Наших Участников Я благодарю Вас за участие Я благодарю И Низко кланяюсь За ваше внимание За Подаренный Нам позитив Нам Очень Весело Вы не представляете Вы же пишите комментарии Мы же ими делимся Друг с другом Я имею ввиду 10 участников Мы хохочем Вы поднимаете Нам настроение А мы стараемся Поднять его Вам Присоединяйтесь Продолжайте Присоединяться К нашему конкурсу Он будет длиться До 8 марта Есть еще Масса времени Для того Чтобы связать Какое-то Позитивное изделие Это не обязательно Должно быть Плечевое изделие И Вы можете успеть Сотворить Какое-то Замечательное чудо И выставить свою работу Свой процесс Свои моточки Сначала Потом Готовую работу В нашей группе В телеграмм Ссылка также На нее Под этим видео Мы с большим удовольствием За Вами наблюдаем На сегодня Мои дорогие друзья Я с Вами попрощаюсь До скорых встреч В следующем видео Всем пока